Новая неделя в моем исследовании началась с того, что ко мне записалось очень много партиспантов, и это очень хорошо. Я не знаю, что повлияло, либо то, что экзамены заканчиваются у учеников, и они освобождаются, либо то, что я развесила постеры просто по всему университету, я даже в кабинках туалета наглеила постеры. А, в общем, на этой неделе ко мне записалось в целом где-то 30 человек, я уже собрала данные где-то с 25 человек. На каждого человека у меня уходит от 40 минут до часу, иногда чуть больше. Надо ездить по выходным, то есть у меня открыты слоты на записи по выходным. В субботу у меня будет 5 человек с 10 утра. И по-хорошему мне надо собрать данные со 140 человек, это то, что мне необходимо для статистической силы. Возле университета нашла одну кофейню, которая визуально не такая стильная, не такая модная, как остальные, но не делают реально. Мне кажется, один из лучших кофе в Вене, место называется Кафе Плате Арт. Там, по-моему, еще обучают искусство и спетки, так что рекомендую. На часах 5 часов вечера, вернее, без 10 и 5, я еду на класс по йоге. У меня сейчас перерыв. У меня сегодня много партиципантов, так что я могу час выделить на йогу, 6 я закончу, 6-30 у меня следующий партиципант. Йога была не самая удачная, я была очень голодная, мне не очень понравилось, как вели йогу, поэтому по выходу я пошла, взяла себе покет и буду ждать следующего партиципанта. Вот такая тара мне обошлась в 15 евро. Я очень голодная, но, по-моему, перед партиципантом я уже не успею поесть, мне еще надо все подготовить, разложить, так что моя еда будет дожидаться меня. Все готово. Я дольше всех сегодня в офисе. Ну что же, 7 вечера, партиципант ушел, и я на катетике ужинаю. В 8 вечера я ухожу, 100% последняя. Видите, сколько на мне вещей? У меня здесь мой компьютер и папка с бумагами, у меня здесь компьютер, на который ученики отвечают, здесь у меня еще вещи, короче, я не знаю, с утра мне надо быть в другом кампусе, и я не знаю, если сейчас это отнести, или лучше с утра это все с собой тащить. Продукты в Австрии сильно, по моим ощущениям, дороже, чем в Лондоне. Я хочу вам сейчас просто показать, что я купила практически на 30 евро. Три куриных филе, но это все будет для лаки. Я варю ее и замораживаю. Морковка, руккола, фумус, маленький мешочек черешни, вот яичная намазка на хлеб, кабачок один и клюква. Авокадо. Вот это вот мне обошлось в 28 евро. В Лондоне, я думаю, я заплатила бы за это в обычном Теско фунтов, наверное, 16, даже меньше. Гуляю по своему району, где живу. Смотрите, тут вот жилые дома. Слева виноградники уже растут, поэтому тут повсюду можно купить венское вино. Вот и центр этого района. Такую кофейню нашла. Прошлый влог из Вены вышел буквально на прошлой неделе. И как и в том влоге я немножко ответила на часто повторяющиеся вопросы, которые были в комментариях, так и в этом влоге поговорим с вами. В прошлом влоге вы могли увидеть Дэви, моего молодого человека. Он появляется на моем канале довольно редко, и много кто стал писать, где Дэви, откуда он, чем он занимается, почему он не говорит на камеру и так далее. Мне, конечно, очень приятен ваш интерес. И когда-то я чаще говорила о своих отношениях, я поставлю здесь какие-то старые видео, в которых я упоминала, вы можете посмотреть, что я там рассказывала. Но хочу сказать, что принимала решение вести блог я, принимала решение публично делить свои жизни, а не Дэви, поэтому я уважаю его личное пространство и уважаю его решение. Я знаю, что существуют на ютубе две крайности у блогеров. Бывает одна крайность, когда блогер очень подробно рассказывает, показывает отношения и так далее. А бывает другая крайность, когда, например, блогер совсем не показывает своего партнера, даже не говорит его имя, не показывает, как он выглядит. Я же выбрала для себя какую-то серединку. Я не хочу от вас ничего скрывать, не хочу как-то делать вид, что его нет рядом, когда он на самом деле есть рядом. Я не вижу в этом никакого смысла. Но, тем не менее, опять же, я уважаю его личное пространство. Он не принимал решение вести блог и делиться чем-то публично в интернете. Вот, и надеюсь на это уважение от вас. Поэтому, опять же, можете посмотреть какие-то старые видео, которые я, конечно же, не буду скрывать, где я что-то упоминала и рассказывала. Но так впредь в подробности я больше не буду вдаваться. Это мой осознанный выбор не освещать отношения. И также это выбор моего партнера — не вести соцсети. Магазин с самыми красивыми открытками. За ними сюда. Так называется магазин антиквариатных книг и открытых. Очень красивый. Смотрите, какой красивый навес сделан на этом здании. Тень образует такой красивый узор. Следующее, что хотела бы прокомментировать, — это Вену и жизнь в Вене. Пока я публиковала оттуда сториз, мне часто писали, почему бы тебе не переехать в Вену, и вообще, как тебе этот город, могла бы ты там жить. Вена — это, на самом деле, один из тех городов мира, в котором я действительно видела бы себя. Мне очень нравится этот город. Он мне чем-то напоминает Париж, потому что он также богат культурно. Там также много музеев, там также много важных архитектурных построек. Город богат историей, при этом он маленький, более комфортный. Комфортный, и там действительно удобно и уютно существовать. А чья заслуга, что в городе так много красоты? Отчасти это, конечно же, заслуга дизайнеров. На самом деле даже сложно подумать, в какой сфере в жизни мы не сталкиваемся с их работами. Дизайнеры — это очень универсальная профессия. С ней можно и в рекламу, и в IT, и в штаб международных компаний. Действительно легче вспомнить, где дизайнеры не работают. Если вы хотите попробовать себя в дизайне, но не знаете, какое направление вам подойдет, то я приглашаю вас на бесплатный онлайн-вебинар «Искра» от онлайн-школы контента. «Искра» — это один день быстрого и качественного погружения в творческие профессии. Уже 21 августа. Эксперты расскажут вам о том, как освоить новую профессию в дизайне и устроиться на работу, а не просто потратить время на обучение впустую. На самостоятельный поиск такой информации в интернете может уйти уйма времени и денег. На «Искре» же собрана вся самая главная информация в одном месте, а также все участники вебинара получат подарки. Регистрируйтесь по ссылке внизу в описании или сканируйте этот QR-код и открывайте для себя новые творческие профессии. А мы пока что возвращаемся во влог. Так, я припарковалась и иду в университет. Очень удобно. Видите, 60 центов в минуту, 15 евро в сутки. Вот это выходит дешевле, чем общественный транспорт, плюс спорт, плюс красиво, плюс интересно. И вот сумку можно здесь привязать. Моя сумочка, правда, здесь ее всю сжала, но зато она надежно держится. У меня сегодня 4, по-моему, партиципанта, потом я иду в офис. Нам надо поговорить насчет моей диссертации пару моментов. Вечером я записалась на класс по желатусу, так что сегодня активно. Вот сюда я заворачиваю и просто не могу перестать наслаждаться этой улицей. Смотрите, такие высокие, красивые дома. Отражается свет от окон напротив. Здесь ратуша, велосипеды, тишина, спокойствие. Очень красиво. Такая атмосферная бабуля с лабрадором. Только что прошла мимо меня. Вышла со своим первого класса на реформерах. И это было жестко. И у меня давно так не тряслось все мое тело. Но я хочу сказать, что мне очень понравилось. Так что я пойду еще раз. Каждую партиципанту монтирую видео. Сегодня я, к сожалению, забыла взять с собой наушники. Это значит, что я не смогу монтировать, пока они будут здесь. Мы сегодня встретились с Лаурой. Помните видео про образование в Австрии? Я поставлю картинку. Так вот, мы как раз с Лаурой тогда познакомились случайно на улице. И Лаура приняла участие в видео. Так вот, Лаура тогда только-только переехала. У тебя туда несколько дней, да? Было как-то в Вене? Это был, да, мой третий день. Третий день. Сейчас прошло сколько? Полтора года где-то? Сейчас я хочу у Лауры поспрашивать, как жизнь обустроилась спустя полтора года в Вене. Меня зовут Лаура. Мне 19 лет. Я с Казахстана. И поступила здесь изначально на астрофизику. Но вскоре поменяла на физику, просто общую физику. Уже заканчиваю второй семестр. Вчера написала последний экзамен. Я очень-очень-очень довольна этим городом и выбором страны. И в целом выбором университета. В плане языка мне тоже было относительно легко освоиться. Потому что я была заинтересована в изучении немецкого как можно побыстрее. Я закончила языковые курсы за один семестр. И в следующем семестре поступила в университет. И окружила себя максимально немецко-говорящими источниками. Друзья у меня в основном были либо австрийцы, либо немцы. Но в целом Вена сама по себе город очень красивый. В любом случае архитектура, природа. Можно пойти на хайкинг. Просто каждое воскресенье, когда тут все закрыто. И я себя тут очень комфортно чувствую. Я поняла то, что это город, где я себя нашла. И где я себя ощущаю в своей тарелке. Помимо учебы, вообще я заключила контракт с агентством. Модельным агентством. И иногда работаю как модель. Также я начала преподавать танцы свои. Потому что я изначально в Казахстане занималась танцами. Также состою в организациях в ESN. Это Erasmus System Network и ISAC. ISAC это программа, которая отправляет студентов за границу, в разные страны. Именно делать социальные работы. Я не знаю, допустим, в Шри-Ланку или в Индию. Допустим, преподавать, может быть, английским детям волонтерские работы. В ESN, это Erasmus System Network, это организация, которая принимает студентов, которые приехали по обмену в Вену. И, соответственно, я нахожусь в организационной части. Я координирую людей. Многие спрашивают, как у тебя на это всё время не хватает? Не хватает времени. Иногда приходится жертвовать либо сном, либо встречами с друзьями, или просто отдыхом. Поэтому пытаюсь сейчас как-то искать баланс в этом. В целом, про физику здесь в Вене. Я изначально поступала на астрофизику. В итоге сменила на физику, чтобы учесть что-то обширное. Но у меня сейчас пока что первые два семестра больше в математике, чем в физике. Я понимаю, что они неразлучные. Вливаюсь ещё, пытаюсь понять, моё ли оно или нет. Если вот те, кто изучали уже систему образования в Австрии, не знали, что такое ШТЭОП. Если нет, то это такая ориентационная фаза, где дают какие-то базовые знания, базовые предметы, чтобы человек понял, нравится ли ему факультет или нет. Я всё ещё нахожусь на этом периоде. Но я закончила, вот вчера написала последний экзамен. Мне было легко просто подойти, спросить имя, и мы начинали с людьми общаться. И может быть, я просто исключение, потому что мои русскоговорящие друзья здесь, они говорят, что с Австрицем вообще не пробиться ни в какую. У меня есть две очень хорошие подруги Австрики, и к обеим я ездила уже в их родные города их навестить, их в семье встретить. Они мне показывали их окрестности, где они живут, где они выросли. И мы с ними в очень хороших отношениях, и они даже думают приехать в Кайлстан меня навестить. На немецком общаетесь? Да-да-да, мы на немецком общаемся. Изначально я, на самом деле, может быть, прозвучит немного эгоистично, но я старалась себя ограничить именно русским языком, точнее, не говорить на нём, чтобы побыстрее выучить немецкий. И, соответственно, я больше проводила времени с австрийцами, немцами и так далее. Я вообще очень рада, что у тебя всё здесь так здорово сложилось, и Вена тебе понравилась, и ты столько здесь нашла для себя занятий помимо университета. Если вы живёте в Вене и хотите заниматься танцами, то приходите к Лауре. Да, приходите ко мне, я преподаю хиллс, хай-хилл стэнс. Вот, если вы хотите, может быть, прокачать свою женственность, просто прочувствовать своё тело. Либо просто провести время классно. Я преподаю здесь танцы. Пишите, Лауре. Пишите мне в инстаграм. Сегодня я побегла свой рекорд. У меня было сегодня 8 партисментов. Сейчас полвосьмого вечера я только закончила. Я уже самая последняя в офисе, здесь нет никого. На улице идёт гроза и дикий ливень. У меня нет зонта, у меня три сумки. И я сижу и думаю, что мне делать. Горшивинга вокруг нет. Сегодня, кстати, пятница, но я вообще забыла, что сегодня пятница, потому что завтра я тоже работаю. Но завтра у меня очень необычная работа. Завтра я буду ассистировать на одном исследовании. Честно говоря, если бы оно не было таким интересным, я бы отказалась. Но это супер уникальная возможность, и я хочу ей воспользоваться. Я смогла зарезервировать в кардшеринг, поэтому надо сейчас добежать со всеми компьютерами. Я даже не успела сходить сегодня в продуктовый. Завтра мне с утра до вечера надо быть в лаборатории, и в воскресенье всё будет закрыто. Я даже не понимаю, когда мне успеть купить следы. Суббота. Я иду в Институт медицины и стоматологии Венского университета. И, пожалуй, это будет, наверное, самое интересное исследование, в котором мне когда-либо удавалось поучаствовать. Но, если честно, дико хочется спать. Что вот так выглядит в Институт стоматологии? Перерыв на кофе с булочкой. Хочу рассказать, что у меня за исследование. Во-первых, это МРТ-исследование. Практически все исследования, которые делаются с сканером MRI, или fMRI, это очень крутые исследования. И просто поучаствовать, поассистировать в таком исследовании, это, так скажем, большая честь. Поэтому, когда мне предложили поассистировать, я уже была готова сразу же согласиться, потому что я ещё никогда не была рядом с МРТ в плане исследования. Только читала статьи. Но чем это исследование особенно отличается от других? Оно отличается тем, что партиципанты, участники в этом исследовании, не люди, а собаки. Прежде чем поместить в МРТ, очень долго тренируют. Вот девушка, с которой я сейчас работала, сказала мне, что минимум занимает тренинг 3 месяца и может доходить до года. То есть собаку надо приучить сидеть ровно, специально такими наушниками, которые защищают от шума, приучить вибрации МРТ. И если вдруг вы сейчас подумали, что это как-то вредит собачкам, нет, абсолютно нет. А если бы это было бы так, то никакая этическая комиссия, я вас уверяю, не пропустила бы такое исследование. Сегодня все собаки, которые были, они были безумно радостны. Они были очень рады там быть, рады видеть своего любимого тренера. Так как это идет скан мозга, то, соответственно, собака не должна двигаться, иначе мы не сможем точно сказать, что где было и как. Вот одна сегодня собачка бордер-колли с утра вообще просто не шевелилась. А вторая, мне кажется, это был лабрадор по имени Тофи. Она прям облизывалась все время, так же, наверное, секунд 20-30 она облизывалась. Нам приходилось начинать заново, заново. Поэтому исследование такое довольно сложное, но мне удается в нем поучаствовать. Вообще, почему исследуют собак и зачем, об этом как-нибудь, может быть, потом с вами поговорим, потому что это длинная история. Но если вам интересно, напишите в комментариях. Смотрите, какая яркая больница. Сколько разных здесь цветов. Я закончила, я так рада. У меня наконец-таки выходной. Я сейчас приду домой, лягу, круто какой-нибудь сериал. И у меня сегодняшний вечер, и завтрашний день у меня выходной. Крепость тут находится в городе Хайбург. И где-то здесь, рядышком, отбывал свой срок, по крайней мере, часть срока, Ричард и Ливийное Сердце. Думаю, слышали про такого. И, собственно, на деньги, на которые выкупили Ричарда, вот была построена вот эта вот вся крепость. Примерно 12 век. Конечно, что-то перестраивали, что-то достраивали. Но так в целом все очень аутентично. И главное, посмотрите, как пусто. Как будто бы мы одни сюда на закате поднялись. Просто пустое пространство. И только посмотрите, какой вид отсюда открывается. Ехать сюда, кстати, от Вены. Сколько час, наверное, мы ехали. Ну какая благодать, какая тишина, красота. Нет, вот это ощущение, когда ты один на высоченной горе какой-то старой крепости. Очень красивое место. Вот такой аккуратнейший маникюр мне сделали. У меня сегодня всего один партиспант в 6.50 вечера. Так что специально я до него приехала. Захожу в свою комнату для тестирования. Здесь просто гора льда. Олица 36 градусов. Так что это, конечно, кайф. Но это осталось от предыдущей ресерчера. Постдок тут работает. Который тестирует, как я вам говорила, боль. Боль. И видимо, где у нее там определенную воду засовывают руки. Сегодня произошла очень обидная ситуация. Как мне записался партиспант и просто не пришел на мое исследование. Я таскала с собой вещи, компьютер. Он просто не пришел. И в итоге, конечно же, было очень неприятно. Но зато сейчас красивый закат. Такое желтое небо. 36 градусов. Очень жарко. Я еду домой. Сколько я уже в Вене впервые заметила прачечную. В Париже же они на каждом углу. Какой можно сделать вывод? Вывод такой, что здесь все-таки более распространена стиральная машинка. Вероятно, даже в маленьком студенческом жилье. Сегодня мой предпредпоследний день в Вене. У меня выходной, потому что не записалась сегодня ни одного участника. Я решила идти в офис и, наконец-таки, заняться теми делами, которые я хотела сделать здесь с того момента, как я приехала. Это съесть яблочный штрудель. Это зайти в книжный магазин. В общем, я настолько была занята здесь, что ничего из того, что хотела, не успела. Поэтому сейчас в последний момент буду голопом по Европам все пытаться успеть. Девочка, с которой я работаю, после этого у меня сходила в кафе Шварель. Поэтому именно туда я сейчас и пойду. Я так понимаю, что это какое-то очень старое кафе. Аж с 1880 года. Прочитала, что даже несколько фильмов здесь снимали. Прямо напротив находится другое классное кафе, которое также заключено в книжном магазине. Правило этого кафе в том, что здесь нельзя быть с компьютером. Только с книжками. Приходит время потихонечку подводить мои итоги пребывания в Вене. Мне, честно говоря, так не хочется отсюда уезжать. Вернее, как и хочется, и не хочется. Я очень устала тут работать и выполнять свою исследовательскую работу. Честно говоря, прям очень устала. Она у меня уже вот здесь сидит. Очень много людей, много участников. Но в тот же самый момент мне грустно, что я была настолько занята и как будто бы не успела сполна насладиться Веной. Я очень люблю этот город и я не успела сходить во все музеи, куда хотела. Но, наверное, так всегда оно примерно получается. Но в любом случае, конечно, эти полтора месяца, они были очень насыщены. Не передать со сколькими, с каким количеством и с какими интересными людьми я здесь познакомилась. Это и PHD студенты, и профессоры, и постдоки, которые работают по всему миру. Оказалось, что здесь в Венском университете есть очень популярная лаборатория, куда они все приезжают. Поэтому я познакомилась не только с венскими профессорами, но также, например, и с американскими. Знаете, получается, что некоторых я читала их статьи, понятия не имела никак и не выглядеть, ничего, знала только, как их зовут. И вот, представляете, тут я их, собственно, случайно повстречала. Поэтому это было, конечно, очень интересно. Очень интересно было посмотреть, как устроена работа PHD студентов. Здесь вы, когда поступаете на PHD, по крайней мере, в той лаборатории, в которой я, вы получаете полностью финансирование. То есть у вас довольно-таки хорошая зарплата. И вы, в принципе, одновременно являетесь и научным сотрудником, и студентом. То есть это, в принципе, вообще очень классная позиция. Потому что, с одной стороны, у вас зарплата, у вас есть отпуск оплачиваемый, у вас есть социальная страховка и так далее. Но при этом у вас также есть студенческие. То есть вы получаете всякие студенческие скидки и так далее. Хотя, конечно, PHD, по крайней мере, вот в таком формате, как здесь, это уже не учеба, это реально полноценная работа, потому что вы делаете ресерч, работаете над исследованием, помогаете другим исследователям в вашей команде и так далее. С одной стороны, мне это очень интересно, с другой стороны, ты должен быть здесь 5 дней в неделю, 8-9 часов. Ну, то есть по документам 8, но я вижу, что все сидят там много дольше. И, наверное, всё-таки это не мой формат. То есть я понимаю, что если бы я делала PHD в таком формате, то мне бы всё остальное, что я делаю и что я хочу делать дальше сейчас, все мои планы, мне как бы пришлось бы поставить на паузу на 3 года, что я, наверное, всё-таки делать не готова. Здесь было одно место PHD, которое я могла получить. Я знаю, что вот формат такой — это то, о чём многие на самом деле мечтают, что это не моя мечта, я действительно хочу получить PHD. Скорее всего, рано или поздно я это сделаю, но всё же не сейчас и всё же не в том формате, когда я только этим и должна заниматься, потому что можно делать это параллельно с какими-то другими вещами, быть в других городах. Но здесь, опять же, как вам платят зарплату, вы обязаны быть здесь всё время, то есть вы не можете работать и с другой страны, но, в принципе, вы не можете работать ещё над чем-то, кроме этого. Я, как вы понимаете, хочу и другими вещами заниматься. Я очень благодарна, конечно, всем людям, которые здесь мне помогали, моему ментору главному, девушку, которая здесь PHD-студентка, которая, в принципе, стала таким моим ментором учебным. Она мне очень-очень помогает, объясняет многие вещи, и, конечно, без неё мне было бы намного-намного сложнее. Она сейчас уже заканчивает свой PHD и уезжает из Австрии, поэтому мы так вот пересеклись. Она сама из Канады. Я еду сейчас во Францию, приведу там всего лишь неделю, у меня будет такой, считайте, небольшой отпуск, и потом я поеду в Лондон съезжать со своей квартиры и уже оттуда обратно во Францию. Такой у меня сейчас план. В следующие два месяца я буду писать свою диссертацию. То есть, с одной стороны, да, кажется, что всё, я здесь молодец, собрала кучу данных, но у меня впереди ещё очень много работы, теперь надо всё написать, теперь надо всё проанализировать, сделать анализ данных. И отдохну я, вероятно, только в сентябре, если у меня ничего нового не запланируется на этот период времени. Но да, так что такое вот у меня лето. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я только вышла из класса по керамике, и, ребят, я не пожалела, что сходила, потому что, честно говоря, после того, как я забронировала, я несколько раз думала о том, что, блин, зачем мне в последний день что-то тащиться, здесь чего-то лепить, но это было мое лучшее решение. Мне пришлют моё изделие во Францию, и я его буду очень очень ждать, так что рекомендую, было интересно. Стоило, кстати, от удовольствия 60 евро, вино было включено, и отдельно 20 евро доставка. Если хочется какую-то особенную базировку, это тоже по отдельной цене, но в целом мне очень понравилось, мне показалось, что это полностью того стоило. Очень скучаю от полей, мне здесь очень нравится, и особенно мне здесь нравится летом. То есть, когда тепло, когда жара не очень, но когда вот так тепло, и, знаете, вот эти летние ночи, я не знаю, они меня напоминают, что-то и Париж, и Ригу, но при этом совершенно что-то другое, отдельное. Очень благодарю вас за просмотр, спасибо, что провели это время со мной в Вене. Ставьте лайк, если видео вам понравилось, и увидимся с вами в следующих видео. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok